Обжаловать я не вижу смысла, просто есть достаточно много информации и не хочется дальше, чтобы судьба моя ломалась. Дали мне это полтора года условно, и пусть она так и будет. Это будет на совести, скажем, тех, кто за этим стоит. Год назад против брата мэра Владивостока и руководителя компании «Восток-Цемент» Андрея Пушкарева возбудили уголовное дело. За несколько дней до задержания он явился на допрос в управление ФСБ по Приморскому краю. У входа его уже караулил московский репортер программы «Честный детектив» Павел Брыкин. Зачем мы играли на этот счет в «Восток-Цемент»? Мы здесь со своей главой. А он куда-то отедет в семье. Журналист приехал во Владивосток с редакционным заданием – снять сюжет про главу города Игоря Пушкарева. Но, как заявил Брыкин, охранники Андрея Сергеевича угрожали ему и применили насилие во время записи репортажа. Они пытались повалить меня на землю, оттолкнули меня в сторону. Я потерял равновесие. Облокотился правой рукой на перила клумбы металлические. Они пытались выхватить у меня камеру. В этот момент говорили мне, что мне не нужно здесь ничего снимать, чтобы я не лез в это дело. И что они со мной обязательно разберутся. Серьезных увечий журналиста судмедэксперт не подтвердил. Из травмы нашел только лишь небольшой синяк на левом колене, которому не более трех дней. Но этот факт не помешал поместить под домашний арест охранников Олега Фецыча и Антона Таюрского. И возбудить уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». На тот момент, что на сегодняшний момент моя позиция остается прежним. То есть я противоправного ничего не совершал, понимаете, и не чувствую, что я что-либо совершил противоправное. И когда человек писал заявление, то есть я узнал об этом уже поздно вечером, около 18 часов или 19. То есть мне сообщили по телефону, что так и так. То есть я не придал этому значения, потому что посчитал это просто розыгрыш. Не думал, что настолько все это, скажем так, политизировано и все серьезно. К рассмотрению дела по существу суд приступил 21 сентября 2016 года. Поскольку потерпевший не мог лично присутствовать на слушании, то суд принял решение допросить его дистанционно с помощью видеоконференции. Но сделать это в назначенный день не удалось, так как репортер без уважительной для суда причины не явился на онлайн-заседание. Причем такое отношение к суду было неоднократным. Судебное заседание не прибыл для его допроса. Суд не поставил в известность об уложительности причин его неявки. Судом не ходатайствовал об отложении судебного разбирательства. Прошу суд подвергнуть потерпевшему приводу. Судебное заседание для его допроса. Допросить потерпевшего удалось только в ноябре 2016 года. Посредством видеомоста Москва-Владивосток. Однако сторона обвинения ходатайствовала провести допрос Павла в закрытом судебном заседании. Чего вы опасаетесь? Я бы не хотел, чтобы методы моей профессиональной работы, механизмы профессиональной работы в программе «Честный детектив» стали известны неопределенно. Поэтому я поддерживаю данное кадр. На это защита ответила возражением, объяснив тем, что данная просьба со стороны обвинения является необоснованной. Хочу к этому добавить, что сам потерпевший инициировал в средствах массовой информации ту информацию, которая относится к расследованию данного уголовного дела. Именно он привлек прессу, центрального канала в том числе. Это было освещено и на телевидении, и интернет вещание. Поэтому на сегодняшний день говорить о том, что кто-то раскроет его личность, было бы, я считаю, что не просто глупо. Тем не менее суд постановил провести этот судебный процесс в закрытом режиме. Пресса покинула заседание. Если на вопросы государственного обвинения потерпевший давал обстоятельные и подробные ответы, то на большинство вопросов защиты потерпевший говорил, что отказывается отвечать на вопросы или не может на них ответить, ссылаясь на то, что ему якобы непонятны эти вопросы. У инцидента с якобы избиением журналиста были свидетели. Два сотрудника ФСБ, которые находились в составе следственной группы по расследованию уголовного дела в отношении Игоря Пушкарева. И они вместе идут в сторону Феточа, Таюрского и Брыкина. Проходят мимо них. При этом они никаких мер для предотвращения конфликта между указанными лицами как сотрудники правоохранительных органов не предпринимают. Более того, пройдя мимо Феточа и Таюрского, и Брыкина, они оборачиваются в их сторону и улыбаются. Свидетели, а также стороны защиты и обвинения не отрисают, что между охранниками Андрея Пушкарева и журналистом имел место быть некий конфликт. Но при этом Феточа и Таюрский на допросе заявили, что камеру из рук корреспондента никто не вырывал и тем более не применял грубую силу, а всего лишь выполняли свои должностные обязанности. Никаких ударов там или хлопков я не слышал и не видел. Единственное, что они делали, это корпусами и руками пытались запретить съемку. Именно из-за допроса свидетеля суд перенес вынесение приговора с первоначальной даты 24 марта на 1 июня. За время длительного судебного разбирательства обвиняемые Феточ и Таюрский находились под домашним арестом. Их семьи были лишены материальных средств. Очень многое планировалось на год. Плюс у меня ребенок пошел в первый класс. Мы отложили там кучу всяких мероприятий, на которые она хотела ходить. Ну, потому что нужны были все-таки средства. Я был лишен работы, средств этих не было, естественно. Семья тоже понесла, скажем так, большие очень убытки моральные. На финишную прямую судебное разбирательство вышло в мае. В вынесении приговора предшествовали прения сторон, на которых гособвинитель просил назначить обоим охранникам по два года лишения свободы условно. Однако, как отметила сторона защиты, воспрепятствование профессиональной деятельности подразумевает принуждение от распространения уже имеющейся у журналиста информации, что в данном случае с Павлом Брыкиным не имело места быть. На последнем слове 1 июня обвиняемый Олег Фецыч и Антон Таюрский просили суд не ломать им жизнь из-за неподтвержденных большинством свидетелей слов журналиста Павла Брыкина. Также они отметили, что сами стали потерпевшими по делу из-за выполнения своих должностных обязанностей. Однако суд эти доводы не учел. Фецыч Олега Васильевича признать виновным в совершении преступления предусмотренного частью 3 ст. 144 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Фецычу наказание считать условным с воспитательным сроком 2 года. Меру пресечения отношения Фецыча домашний арест отменить. По словам известной приморской журналистки Марии Соловьенко, сегодня этика профессии совершенно позабытое явление, что подтверждает своим поведением Павел Брыкин. Павел, мягко говоря, выдумал эту историю с избиением. Я видела это видео, многие его уже видели. Ну, немножко он профессионал великий, но не подумал, что камеры ФСБ со всех сторон, сейчас они везде. Все это заснято. Ну, там нет ни избиения, ни падения. Действительно, он даже со спины подбежал к этим людям, которые пытались не допустить к человеку. Но это не журналист, это провокатор. За год судебных разбирательств охранники руководителя Восток-Цемента ни разу не назвали своего визави провокатором. Опирались только на факты и ждали оправдательного приговора. Вы знаете, насчет объективности не мне судить, хотя, как бывший сотрудник правоохранительных органов, могу сказать, что абсолютно приговор не объективен. То есть ни одного доказательства так и не прозвучало со стороны, скажем так, потерпевшего и со стороны обвинения. Вот, ну, приговор все-таки вынесен. Хоть и на этом спасибо. То есть теперь я могу работать, могу кормить свою семью. Спустя неделю после оглашения приговора Олег Фецыч, как и его коллега Антон Таюрский, решили обвинительный приговор не обжаловать. Для него главное, что этот год уже позади. Ну все, я свободен, как птица. Алина Черненко, Дмитрий Сухоруков, Станислав Лазебный, Андрей Макаров. Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова